Это программа День с Толком в студии Ирины Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Место встречи изменить нельзя. Министр сельского хозяйства на дне поля пообещал алтайским аграриям федеральную поддержку. Дежурство в классе, столовой и в гардеробе. В Госдуме предложили вернуть трудовое воспитание школьников. Что об этом думают барнаульцы? В Алтайском крае впервые проведут соревнования по дрэк-рейсингу всероссийского уровня. Барнаульский аэропорт ищет подрядчика для строительства нового терминала. Уже объявлен тендер. Начальная стоимость объекта 4,5 миллиарда рублей. Отбор проведут в формате открытых переговоров. Заявки на участие в процедуре принимают до 16 августа. А итоги подведут 28 августа. Работы планируют начать с момента подписания контракта, завершить объект к июлю 2025 года. Площадь будущего аэрокомплекса 8,5 тысяч квадратных метров. Это трехэтажное здание с пропускной способностью в миллион с лишним человек. Помимо основных блоков, в нем предусмотрена зона отдыха, посадочная галерея и телетрапы. Предполагается, что к январю 2024 года должны быть готовы монолитные конструкции. К концу ноября – монтаж кровли, фасадов, металлоконструкций. До середины 2025 года – инженерные и коммунальные системы, внутренняя отделка и благоустройство. Полностью завершить объект планируют через два года. В дальнейшем терминал планируют реконструировать под международный. Также ожидается реконструкция взлетной полосы. Сегодня в Крае завершился второй день работы масштабного агрофорума «День сибирского поля». А накануне в нем принял участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Глава федерального ведомства провел на форуме Оперштаб по обеспечению стабильной работы агропромышленного комплекса и рабочую встречу с главой региона Виктором Томенко. На ней он отметил, что уровень рентабельности сельхозпредприятий Алтайского края выше среднероссийских показателей. И это верное направление агрополитики нашего субъекта. Патрушев заметил, что наш регион участвует в семи проектах комплексного развития сельских территорий. На это ему выделено 350 миллионов рублей. Ну а дальше тема продолжит моя коллега Анастасия Дороган. Регион должен стать на прилавках, должен появиться на прилавках наших магазинов. Амбициозные планы и такие Лев Каленов ставил себе всегда. За их достижение медаль Героя Труда директор Убийской ленопредельной компании пристегнул полпред в Сибири Анатолий Серышев. Ордена и медали в этот день вручили порядка 30 специалистам аграрной сферы края. Так начался день поля. Масштабный агрофорум, на котором встречаются фермеры, животноводы, производители техники и семян. Порядка полытора тысяч тонн оригинальных семян мы производим. Их приобретает наш элитно-семеноводческий хозяйство. И в пределах 17 тысяч тонн элиты предоставляем для наших сельхозтоваропроизводителей. Алтайские селекционеры закрывают 60% потребностей фермеров края. Опасения сельхозпроизводителей год назад о том, что им нечего будет сеять, не оправдались. А сейчас к семенам алтайской селекции присматриваются уже соседние регионы Казахстана и Монголия. Потенциал этой сферы оценил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который приехал в край специально на день поля. Главе ведомства представили и новинки машиностроения. Например, новый трактор «Кировец», для которого производят на Алтае шины, диски и элементы топливной системы. Или агрегат для внесения жидких удобрений в почву. Движение влево-право, то есть ограничители хода, для того, чтобы не было излома иглы. И трактор, когда едет вперед, он не имеет прямолинейности движения. То есть он может где-то вилять, где-то что-то объезжать препятствия. Соответственно, если он начнет поворачивать, весь агрегат 12 метров тоже начнет поворачивать. Чтобы не ломалось игла, есть именно вот это движение. А рядом с отечественными машинами стояла техника с иероглифами. Нюансы, отвечающие духу времени. Например, этот трактор приехал из Китая. Его производитель не просто делает ставку на Россию, но и приспосабливается под запросы российских фермеров. Поменяли кабину, установили акциальный поршневой насос. Мы ведем переговоры, чтобы все-таки они автоматическую коробку поставили. Более внутри, скажем так, кабину под привычный уже европейский стандарт переработали. Отечественная и китайская техника почти вдвое доступнее российскому фермеру, чем европейская или американская. И чаще всего аграрии делают выбор в пользу именно отечественных машин. На Китай смотрите? Смотрим, помаленье. Пока никак. Просто смотрим. Не впечатляет? Или все равно все эти? Сервисы где-то. Успешным прошедший год оказался для всей агросферы края. Уровень рентабельности алтайских сельхозпроизводителей превысил среднероссийский. Урожай достиг рекордных объемов, несмотря на непростые погодные условия. С погодой нелегко и сейчас. В Алтайском крае достаточно большое есть большие площади, башни, где ни одной капли осадков не было ни в течение всей весны, ни в течение пока что всего июня. Настоящие профессионалы своего дела. И в прошлом году, и в позапрошлом, несмотря на все испытания, которые и тогда, внешние факторы и обстоятельства нам устраивают, умеют и знают, как даже в сложных условиях давать действительно рекордные результаты. Поэтому уже который год алтайские аграрии бьют рекорды. А в 2023-м увеличили площади под Гречиху. Площадь под ключевой для нашего региона культуры Гречихи превысила 700 тысяч гектаров. И я вас хочу поблагодарить. У нас Гречиха всегда такая достаточно капризная культура с точки зрения и цен на нее, и достатка в магазинах. Но если мы увеличиваем площадь, значит, ожидаем больше урожая и меньших колебаний с точки зрения цены. Ход посевной кампании в крае и в целом в стране подробно обсудили на оперативном штабе министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. С главой края он поднял вопрос объемов производства, ключевых проблем сферы и мер поддержки аграриев. Мы скорректировали механизм расчета экспортных пошлин. Это позволит снизить финансовую нагрузку на отрасли. До ноября включительно продлен комплекс мер по стабилизации цен на рынке минеральных удобрений. Министр подчеркнул, что федеральное ведомство готово оказать поддержку Алтайскому краю. В 2023 регион участвует в семи мероприятиях по комплексному развитию сельских территорий, на что получил 350 миллионов рублей. Это деньги на строительство жилья, дорог и благоустройства. Кроме того, Виктор Томенко обратился с просьбой допфинансирования аграрного вуза края и поддержки некоторых других отраслей. Обсудили ситуацию, складывающуюся на рынке молока, в перспективах ее дальнейшего развития зерновых интервенций, которые предположительно будет делать осенью Минсельхоз. Ну и возможности расширения сбыта продукции нашими предприятиями, фермерами, хозяйствами, в том числе используя направление сегодня на восток, там, где мы тоже сегодня пока что еще присматриваемся, делаем только первые шаги по возможному участию в проекте сухопутного зернового коридора на Китае. День поля – еще один способ решать вопросы сбыта поставок реализации продукции. Ежегодно в рамках агрофорума заключаются десятки соглашений о партнерстве. В этом году в мероприятии приняло участие больше 330 компаний. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. Алтайский Сбир стал стратегическим партнером Дня Сибирского поля 2023. Представители компании рассказали участникам и посетителям форума о цифровизации агропромышленного комплекса, кредитных продуктов для сельхозпредприятий и других финансовых инструментах. Какие возможности открывает такое сотрудничество, расскажем далее. Площадка Сбера участника стратегического партнера агрофорума пользуется неизменным интересом у посетителей. Компания консультирует по вопросам кредитования, лизинга, агрострахования и представляет передовые цифровые решения. Здесь технологии агропилот, которые можно использовать на комбайнах. Мы даем рекомендации нашим клиентам с точки зрения стратегии развития бизнеса, спроса на их продукцию, даем всевозможную аналитику, которая полезна как раз для того, чтобы бизнес наших партнеров развивался. Сбер подписал на агрофоруме несколько соглашений. Вместе с Министерством сельского хозяйства края компания поддержала новую инициативу. Проект «Цифровая трансформация хозяйства». Его цель – продвигать новые технологии в алтайские хозяйства. Показать, как, применяя различные цифровые решения, можно увеличить производственные показатели предприятия. Цифровые технологии в АПК «Анисейска» мы начали внедрять в 2022 году. Они нам позволяют следить за состоянием полей, за состоянием животных на фермах. Все это сводить в цифру, получать анализ и экономить средства, которые мы можем потом использовать на развитие нашего предприятия. Новый перспективный проект – один из важных результатов форума с участием Сбера. Его руководители и специалисты провели переговоры с несколькими десятками компаний. Сотрудничество, которое сложится, откроет новые возможности для конкретных предприятий и всей аграрной отрасли края. К событиям сибирского агрофорума мы еще позже вернемся. А сейчас новость о ремонте моста на новом рынке – важном объекте, открытие которого с нетерпением ждут все барнаульцы. На путепроводе накануне подрядчики завершили монтаж пролетного строения между первой и второй опорами. На данный момент здесь смонтированы все 8 балок строения. Что дальше в планах у строителей, расскажем в сюжете. Конструкция на новом рынке все больше становится похожа на мост. Монтаж пролетного строения между первой и второй опорами завершен. Теперь строители начали монтировать балки следующего пролета. Собирают блоки, из которых и будут состоять балки. Совсем скоро все опоры 8-пролетного путепровода будут готовы. Активно ведутся работы и на трехпролетном путепроводе. В настоящее время у нас ребята выполняют работы по армированию межбалочных швов, балок пролетного строения. Также армируем консоли пролетного строения. Это конструктивы, по которым будут выполняться в дальнейшем тротуары. И к концу этой недели начнем бетонирование этих участков. Окончание монтажа всех балок пролетных строений с их окончательной обвязкой, по словам Дениса Попридухина, запланировано на середину августа. Не говорим о том, что только после 15-го мы начнем заниматься проезжей частью. На данных сооружениях это будет выполняться параллельно. Поэтому в начале июля мы уже начнем заниматься установкой опалубки на пролетах 1, 2 и 2, 3. Потому что здесь проектно предусмотрена монолитная проезжая часть. Напомним, что мост закрыли в мае 2022 года. Его не просто реконструируют, а фактически строят заново. Когда работы завершат, здесь будет три полосы для движения транспорта в обе стороны, трамвайные линии и тротуары для пешеходов. Стройку по плану должны завершить в ноябре 2023 года. Татьяна Голубева, Денис Толком. Трудовое воспитание школьников, скорее всего, вернется в систему образования. Так Госдума накануне в первом чтении одобрила соответствующий законопроект. Когда он будет принят, в окончательной редакции в школы вернут традиционные дежурства и в классе, и в столовой, и в раздевалке, помощь в библиотеке или в оформлении классов, работу на пришкольной территории. Как к возврату трудового воспитания детей отнеслись в Барнаульце, узнавала наша съемочная группа. Они на улице не ходят. Это как-то их как-то, ну я не знаю, потому что, да, потому что вот этот телефон, компьютер и все, их на улицу не выгонишь. Друзья у них будут, во-первых, интересы какие-то, может, будущей профессии поможет. Да, я думаю, нет, им надо, наверное, больше всего к учебе время уделять, чем к труду. Весь год учатся, а летом нужно как бы отдыхать. Очень положительно. А почему? Ну, потому что это вполне естественно, детей приучать к труду, даже вот такого маленького. Собери игрушки, подбери свои вещи, даже если ребенку 3-4 года, а школьник, тем более. Попробовать напитки Барнаульского пивоваренного завода и оценить их вкус могли гости и участники агрофорума «День сибирского поля». Завод уже много лет презентует свою продукцию на масштабном сельскохозяйственном форуме. Этот год тоже не стал исключением. Прохладительные лимонады, освежающие чаи, бодрящие энергетики, содовая и минеральная вода. Широкая линейка безалкогольных напитков в пэт-таре и алюминиевых банках представлена на площадке Барнаульского пивоваренного завода. Свою продукцию БПЗ традиционно выставляет на агрофоруме «День сибирского поля». Наша продукция широко известна по всей Сибири и за ее пределами. Соответственно, многие коллеги и участники не с нашего региона, они знают нашу продукцию, приходят, просят продегустировать. Ну и тем более сегодня замечательный жаркий день, что еще более способствует, так сказать, утолению жажды. Стенд БПЗ на агрофоруме – это не просто презентация выпускаемой продукции, но и возможность рассказать о новинках. В этом году Барнаульский пивоваренный завод планирует расширить ассортимент. Все карты руководства пока не раскрывает, но завесу тайны немного приоткрывает. Это будет расширение линейки безалкогольных напитков GS, очень интересный, ну и, пожалуй, уже известный вкус для многих. Также это будет расширение линейки энергетиков, ну и еще очень один классный продукт – функциональный напиток. На Барнаульском пивовареном заводе работают около полутора тысяч сотрудников. Разрабатывают оригинальные сорта по собственной технологии. На сегодняшний день на заводе выпускают 27 сортов фирменного пива и 23 вида безалкогольных напитков в плане и дальше наращивать объемы. Больше 60 хозяйств Алтайского края применяют уникальные препараты для лечения животных. Эффективные и безопасные лекарства на основе стволовых клеток как презентовала на дне сибирского поля компания «Экогенез». Вот у нас препарат «Мастидерм». При его применении практически стопроцентное мы излечиваем от маститов. Препараты для лечения воспаления, опорно-двигательного аппарата, кожного покрова у кошек, собак, лошадей и коров. Компания «Экогенез» предлагает животноводам уникальные лекарства, в составе которых натуральные ингредиенты на основе секретома стволовых клеток. Наш препарат эффективный при заболеваниях гинекологии, при заболеваниях маститов, при заболевании копыт. Ну, вообще препарат универсальный, он на основе стволовых клеток. Биопрепараты появились в стране несколько лет назад. Производят их в Белгородской области на предприятии «Навистем». Ветеринарную продукцию на Алтае представляет компания «Экогенез». Сегодня больше 60 хозяйств Алтайского края покупают эффективные мази и инъекции. Оценили лекарства в Новосибирской и Кемеровской областях. Эта мазь, ей очень много можно вылечить. В принципе, она недорогая. Хозяйство покупают без проблем. Данные препараты позволяют решать большую часть вопросов в животноводстве, так как оказывают комплексное воздействие на организм. Он не антибиотик, и поэтому действует на иммунную систему, которая позволяет бороться со многими заболеваниями. Он стимулирует ее и тем самым оказывает благоприятное действие. Еще одно преимущество препарата в том, что ту же молочную продукцию можно употреблять сразу же после инъекции, а не ждать около трех недель, как это обычно бывает при лечении животных антибиотиками. Конкурсный отбор фильмов 25-го Всероссийского Шукшинского кинофестиваля завершен. В этом году работы отобраны по трем номинациям – полнометражное, игровое, короткометражное, игровое и документальное кино. Всего 32 киноленты. В основную конкурсную программу полнометражных фильмов вошло 10 картин, такие как работа режиссера Ларисы Садиловой «Огород», кинолента Артема Темникова «Доктор». В программу короткометражного игрового кино отобрали 12 кинолент, а конкурс документального кино в этом году организован впервые. Из 76 поданных заявок выбрали 5 короткометражных и 5 полнометражных фильмов, производство которых было завершено до 2020 года. Это «Семь мгновений» Роберта Рождественского, Павла Миняйла, «Замкнутый круг» Владимира Эйснера, «Деревня. Путь к себе» Павла Славина и другие. Напомним, Всероссийский Шукшинский кинофестиваль пройдет с 18 по 22 июля. В делегацию кинематографистов вошли известные артисты театра и кино Ирина Купченко, Ольга Прокофьева, Борис Галкин и другие. Показы картин пройдут в Барнауле в кинотеатрах «Мир», «Пионер», «Премьера», в «Биске», в «Терце» в «Воскресенье». Награждение победителей и вручение главного приза вазы из Ревневской яшмы, уменьшенной копией экспоната из Эрмитажа, пройдет на горе Пикет в рамках церемонии закрытия шукшинских дней на Алтае. На Алтае впервые проведут соревнования по дрэк-рейсингу всероссийского уровня. Это второй этап сезона 2023 года. Стартует он 8 и 9 июля на аэродроме Панфилова в селе Новороманово Калманского района. Профи и любители мощных автомобилей ждут состязания за рекорды трассы. Уникальность соревнований в том, что участники, занявшие с первого по пятое место в своем классе, получат звание кандидата в мастера автомобильного спорта. В гонках другого уровня это более длительная процедура. Добавим, в первом этапе соревнований принимали участие 84 пилота из 12 городов России. Сейчас ожидается большее число гонщиков. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 23 кнопки в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok